Вот почему он сейчас вышел в стадию обсуждения, потом скажу. Вот несколько по сути. Смотрите, ну первое, все-таки проблема наших эфиров, телевизионных и радио, это даже не русификация и не украинизация, это дебилизация общая. Она может быть и на русском языке, и на украинском языке. Вот мало содержательного русского, вот надо на это обращать внимание. В то же время проблема языка, она важна. Видите, даже вот дискуссия какая у вас сгорела, второе дыхание политики получили. В чем тут проблема? И надо на это посмотреть объективно. Хотя прав и черный бок, и прав мураев. А в чем, как бы и правота, и неправота, в чем объективная проблема? Украинский язык, государственный язык. Это язык государственный, государственный. На нем ведется дело производства, должны говорить чиновники, официальная позиция на украинском языке. Государственные каналы, если есть, они должны вещать на украинском языке. Но есть еще язык в обществе, и язык в быту, в приватной сфере. Так вот, в обществе все-таки больше распространения нет русского языка. И в быту. Особенно это характерно вот для некоторых регионов. Потому что в быту, в публичной сфере, там, в торговле, на западной Украине больше украинского языка, в других территориях, и даже в восточных, больше русского языка, даже в Киеве. И помните, был конфликт в одном из супермаркетов или там магазинов, где недовольный представитель интеллигенции украиноязычной, вот отчитывал от продавца, почему она говорит именно на языке русском. Так вот, действительно, это проблема. Для кого проблема? Ну, в принципе, в 2014 году это не была проблема, потому что русскоязычные люди остановили российские и другие войска в восточных регионах Украины. Посмотрите, добровольцы, там, добробаты, командиры, офицеры, которые встали грудью на защиту украинской независимости, это же русскоязычные люди. Вот недавно все время выступал спикер блокады, Виногородский, или как его полковник, он же на русском чистом языке говорит. Как и Семенченко в свое время говорил на чисто русском языке, и другие. И парасюк украиноязычный, Семенченко русскоязычный, но это не мешало совместно, так сказать, блокаду инициировать и держать в напряжении страну полтора месяца. Поэтому для российских людей, вот, особенно восточной Украине, украинская независимость стала ценностью, и они ее защитили. Но, поскольку все-таки многие считают, что революция 2014 года была не только там антикоррупционной и так далее, а и национальной, надо дальше строить нацию государства. Вот тут я гнебоко прозвучала, национальное государство. Если национальное государство, то действительно, украинский язык должен быть доминантным в государственной сфере, и он должен быть доминантным в общественной сфере. В быту это уже не важно. А, ну, есть же и другой подход. Может быть, мы и не та страна по территории, по сложной культуре, которая должна была втиснуться, прокрустного ложа Нейшел Стейс. Национальное государство, ну, такое, как, допустим, Польша, в странах Балтии, Словакии. Но, обратите внимание, Чехия, Словакия, Венгрия, это все 5-9 миллионов человек. Польша по-другому шла. У нее религия, кстати, одна. И они сто лет шли к национальному государству. И, кстати говоря, недавно, а годовщина переселения украинцев из восточных регионов западных, которые оставили немцы. Это что, не было такого, разве, полонизации украинцев? Вот эти все этнические чистки и зачистки. Поэтому, если страна выбирает путь национального государства, то это логично, что надо и в обществе сделать так, чтобы был номинантным украинский язык, а русский язык был языком меньшинств. А, ну, сейчас он появился, потому что все готовятся к выборам. Календарным или досрочным. Ну, президентским выбором готовится президентская команда. Президент будет использовать военно-патриотическую повестку. Все. Поэтому тут и вот таксах в сторону патриотизма. Седлание патриотической волны, перехват инициативы у патриотов, так сказать, военная, милитарная тематика. Это то, что должно обеспечить победу. Ну, с точки зрения, наверное, технологов президента, победу президента на второй срок. А вот в финал выйдет, наверное, представитель русской жительных регионов. Ну, например, там Юрий Бойко. Ну, понятно, что тут исход выборов в пользу президента как бы однозначный. Но еще раз хочу сказать. Закон пока в этой редакции, он щадящий, потому что это все-таки больше дикторов касается, а не гостей. Это тоже надо понимать. И еще один момент, когда говорят о том, что вот закон удачный был по квотам на радио, по музыке, значит, надо автоматически перенести на телевизор. Но я хочу сказать, у радио нет спутниковых тарелок. Нету. Поэтому ты едешь в машине, ты переключаешь эти радиостанции, смотришь, слушаешь, что-то нравится, не нравится, переключил. А вот если не будет русскоязычного контента во многих телевизионных каналах на востоке Украины, и там уже есть альтернатива. Это спутниковое телевидение и на Россию. И будут смотреть российские каналы, которые антиукраинские и по духу, и по сути, и по контенту, и по языку. Поэтому, чтобы не получилось так, что тематически взяв удачный опыт ведения квот на радио, по музыке, мы не создали, вот наоборот, зрителя, который не будет смотреть украинские каналы, так, потому что там не будет русскоязычного, привычного контента в том количестве, который, ну, требуется для этих людей. Они просто будут массово смотреть Russia Today. Независимости там не будет. И нам, без них нам тоже, как бы, трудность, так, вот сейчас, опять-таки, по углю, там и по другим цепочкам, по металлу. Будем смотреть уже по результатам третьего квартала, насколько там будет падать ВВП, падет валютная выручка, как это скажется там на валютном курсе. Вот. Но для них это, в целом, более серьезная, скажем так, проблема. Ну, еще можно допустить, что эти предприятия как-то могут заработать. Ну, например, Донецкая железная дорога, она убыточна полностью, потому что она небольшая, а себестоимость и рентабельность дороги, это, ну, нарастить очень тяжело. Ну, здесь, Вадим Юрьевич, вот здесь же в этих же заявлениях того же Захарченко, да, вот когда они ставили этот ультиматум по поводу национализации с 1 марта, они же вот фактически в этих же своих заявлениях, где-то там говорили о том, что они якобы прогнозируют, что предприятие, вернее, Украина уже не вернется к попытке угля и после блокады, и даже если блокада фактически завершится, они предполагают, что, скорее всего, это уже финально. Поэтому дальше ориентация на Россию, на Крым и так далее. Вот это вот, эти заявления. Ну, смотрите, национализации еще пока нет. Национализации еще нет, есть только внешнее управление. Вот, но поэтому, думаю, что... То есть, если России не надо, Украина, допустим, присоединять не надо. Это очень большой кусок. Значит, тут будет какая-то серая зона, как Приднестровье, и контрабас, наверное, будет тоже. А что с границей будет? Мы границу будем... Хорошо, мы их отрезаем. Мы границу будем проводить или нет? По линии соприкосновения или нет? Где граница? Дырявая граница, потому что там 460 километров мы не контролируем. Вот ту старую границу, так? А это что же? Это же не полноценная граница. А полноценную границу мы не можем строить, потому что мы выходим из Минских соглашений тогда. Так? А Минские соглашения, пока нам говорят, там, Меркель и Габриэль, и вся европейская публика, что Минские соглашения это, так сказать, не догма, а руководство действия. А уже догмой она стала, так? Это не руководство действия, а догма. Поэтому здесь вот так вот 50-50 как-то будут выживать. Как-то, видите, ну они же как-то выживают все-таки и за счет российской помощи, и за счет еще каких-то контрабасов, которые будут перекрыть эту линию соприкосновения очень тяжело. Тут не хватит усилий тех, кто блокирует сейчас. Грамотная экспертиза, и я добавил, там же 350 миллионов планировали до прихода Трампа. Так, Трамп будет сокращать финансирование внешнее, так, переориентировав его на внутреннее, первое. Второе. Ну, видите, если мы будем заявлять, народные депутаты будут заявлять, что единственное решение это зачистка Донбасса, то какое оборонительное оружие, мы не получим никакого оружия, так, какие дживелины мы получим, для того, чтобы зачистку делали, они же не пойдут на это. Поэтому надо все-таки иногда следить за словами, так, и не возбуждать. Оборонительное, только в крайнем случае, если действительно будет там какая-то большая война. Но большой войны там уже вряд ли. Не будет там большой войны. Но в ближайшее время нет. Так, стремиться надо. Ну, к 20-му году это планировалось. Ну, что? Конечно, нет. А во-вторых, знаете, я бы так сказал, надо для себя, для страны, понять одну такую вещь. Где будет дивиденд безопасности? Когда мы будем в НАТО, учитывая реакцию России, воинственно-агрессивную и так далее, либо вне НАТО. Вот когда мы получим больше безопасности? Когда будет безопасности для Украины, для украинцев больше? Потому что вступление в НАТО это не самоцель. Для нас какая цель в внешней политике? Обеспечить безопасность внешних границ, безопасность внутренней политики, наших стремлений европейских, реформ и так далее. Внешний контур обеспечить. Вот давайте думать, когда мы получим эту большую безопасность. Либо вступив в НАТО, либо оставаясь как бы в каком-то стратегическом партнерстве с НАТО и так далее. Вот это первое. А второе уже думать о том, если мы действительно решим, что у нас больше безопасности, когда мы вступаем в НАТО, теперь надо понимать, а как на это будут реагировать члены НАТО? Учитывая ситуацию, которая сложилась с Украиной, с Россией, война длительная, она быстро не закончится. Конфликт на Донбассе. Вот готовы ли они? Там статья пятая, они сейчас будут очень осторожны, потому что если нападение, агрессия по отношению к стране членов НАТО, значит, Вашингтонский договор, согласно коллективной безопасности, статья пятая, должны дать отпор агрессору. Готовы ли НАТО воевать сегодня с Россией? Если и так далее, и так далее. Далее посмотрите, вот Турция, член НАТО, но вот действует в Сирии Турция без НАТО? Сама самостоятельно действует. С кем? В военном партнерстве с кем? С Россией. Даже с Хезбалой Ирана, хотя турки и иранцы враги, они конкурируют за лидерство в этом регионе. Соединенные Штаты Америки, но НАТО ничего не помогло Турции с Курской проблемой, с ситуацией в Сирии и так далее. Поэтому давайте не абсолютизировать, еще раз говорю, вступление в НАТО, это не самоцель. Самоцель, это обеспечить безопасность страны, украинцев, в том числе и военную безопасность, экономическую безопасность, весь комплекс безопасности. Продолжение следует...